Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дверь открывается Дверь открывается И просто выходят такие родители Мне сказали На родительское соврали Что ты на перемене Бегал и ты уже обосрался, а ты ни хуя плохого не сделал Ну как, ребят, кто хочет, а ты вел ноу, как бы, услышит невероятный жизненный секрет, который, очевидно, вам откроет глаза и вы поймете, что в жизни, делая вот это, вот, как говорится, у вас все нормально получится Дело в том, ребятушки, чтобы добиться своих целей, очевидно, вам нужно тратить все свое время на развитие своих любимых целей Получается, понимаешь, планировать в свободное время Жестко, да, то есть идя к своей цели Задумываться о возможных издержках производства Задумываться о критических моментах Вот, надо постоянно работать с собой Заниматься саморазвитием Копить деньги Серьезно продумать каждый свой шаг Определенно Без этого у вас ничего не получится Очевидно Никаким образом не может ничего получиться Вот я очень много занимался И пытался что-то сделать Постоянно сидел и стримил Очень плотно потел Но в какой-то момент я немножечко забил хуй И после этого у меня по какой-то интересной причине Начало все получаться Уникальным образом, скажу вам по секрету Что полностью забивая хуй Теоретически на то, как надо делать правильно И начинай делать так, как тебе нравится У тебя действительно что-то получается в жизни Потому что остальное Ну, в общем-то, такая хуйня Очень честная история, да Как, дорогие друзья, думаете А почему блондинка открывает сок прямо в магазине? Потому что на бутылке написано Открывать здесь! Этот контент Этот контент Этот контент Затонать было бы не плохо Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- стримеры как-то странно реагируют на нас вот там бывает что-то бьют по креслу да вот там у меня такого нет да монетка упал увидели странная хуйня я подниму она уверен я поднял монетку упал просто монетчик соскучился я тоже это счастье волкодауна не видел до кораблов пух книжка лорд ненавижу тебя я тех кто не адекват скажи пожалуйста вот ответь мне на вопрос лорд олд иди что не адекват ты думаешь я неадекват или кто олд ответь мне на вопрос ты что думаешь что я неадекватный какой-то я абсолютно адекватный человек я людям настроение поднимаю если думаешь что я неадекват ты сумасшедший или кто я абсолютно адекватный человек ебать но вот просник и а как его блять как и жаклод ван дам бей пока не сломай их тростник сломал это поганам агана то как она похоже на твою Улима, 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 улима Где же Третий гусь? А бабуся и его весной. Гревое зеркало, это только тогда, когда примерно тысячелетний мужчина и дедушка, и бабушка делают так вот. Там выходит просто типа там выходит только петросьян такой. Вот так все сидят. Ой, интересно, это реальные эмоции или нет? Вот, поэтому я люблю, на Новый год вообще, я любил раньше передачу смотреть, сейчас-то не могу, нету телевизора больше. Для кого-то одно дело плюс, а другое дело минус, поэтому, если что, я держу в курсе. Для меня даже плюс, что у меня нет определенного социального взаимодействия. Если я хочу социального взаимодействия, я жму дискорд, открываю и говорю. Здравствуйте, Лола, как дела у вас? Минус просто сердце, блять. Спасибо. Хаван, Хаван, что думаешь про хейтеров моего стрима? Можно хркнуть им как бы? Спасибо. Это не влога, спасибо огромное. Это счастье. А вот это, ребят, социальное взаимодействие, да? Помню, в далеком 2012 году, я начал играть с своими друзьями в Доту 2. А точнее, в Доту 1. До этого, мне запрещали играть в нее. Потому что мой брат был уверен, что если я буду играть в нее, я не смогу сдать ЕГЭ. Но так или иначе, он разрешал играть в World of Warcraft. Несмотря ни на что. Прошло время, и Дота становилась все более непонятной. Из интересной игры, в которой было интересно смотреть на персонажей и взаимодействовать со своими тиммейтами, я начал чувствовать, как начали ебать мою мать. Начали ебать мою мать каждый первый и второй тиммейт. И, в принципе, это было не так плохо. Но в какой-то момент пришел век, когда ужасные разработчики Вальвы Дота 2 сделали игру турнирной. После чего начались жесткие серии балансов, в которой уже невозможно было без команды заплачить в соло за любого персонажа. И я почувствовал, что молодость уходит. Я почувствовал, что моя жизнь уже не станет прежней. Я понял, что уже нет новых предметов для меня, как на новых героях, как мои друзья, которые уже давно перестали играть в Доту, кроме моего друга-алкоголика, который пьет пиво каждое воскресенье, субботу, воскресенье, понедельник, и играет в нее Доту по Голдауну. Но, так или иначе, жизнь стала другой. Жизнь стала другой. И я не стоял на месте. Вышел Херовзу Шторм, и это было полной хуйней. Ха-ха-ха. Вот. Тяжелая жизнь. Дота уже не та. Дота уже не та. Смотря в прошлое, оглядываясь в прошлое, я вспоминаю о тех замечательных часах, когда на Огар-маге с Шивой я аннигилировал всю вражескую команду, абсолютно не умея играть. Как я впервые овнил на Урсе или Кане в соло, и мне было очень интересно, когда я зажимал кнопку А за Мипо и аннигилировал до самого трона. Это было очень интересной игрой. Но сейчас это уже не так. Жизнь изменилась. Мы изменились. Все изменилось. И это не так плохо. Потому что это счастье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok